Прихожу с работы, а у меня тут гости. Мама со Светой приехали к нам погостить. Все, поужинали, уже время у нас 8 часов вечера. Поужинали, сидим. Димка нас тут развлекает своими уроками музыки. Дома, как обычно, хаос, когда к нам кто-то приезжает. Сумки все стоят. Ну, сейчас будем разбирать сумки. Ну, все вещи, все лежит. А это мы дрыну доставали на образец. Вот эту вот штуку. Поэтому не убираем, она нам нужна. Зато здесь как красиво у нас потолочки все сверкают. Вот у нас еще Новый год вовсю. Так я же специально и приехала, чтобы вашу елочку посмотреть, ваши фейерверки посмотреть на потолке. А елка-то какая красивая, огромная, большая. Хорошо, что не убрали елочку, дождались у нас. Видела, у нас даже в комнате вон гирлянды висят. Да, и в комнате гирлянды. И тут все сверкает, и потолок какой красивый. Да, жалко убирать, я говорю, что-то не хочется прям еще убирать. Я вечером прям лягу на диваны и наслаждаюсь, как елка моргает. Вот такие вот снежинки где-то, вот такая вот снежинка, мы покупали тоже где-то такие в прошлом году. А куда положили, я не помню, мы не нашли и не прицепили на елочку. А вот такие не покупали? А вот эти не покупали. Они сильно усыпают, смотри, все блесли. В серебре и в золоте. Вот их три, золото, серебро и красное. А, еще и красное. А в этом году я хотела еще в доброцене взять, а на них ценника не было. Я бы лучше серебро бы взяла. А, нет, в одном пакетике их не возьмешь отдельно серебро. А шары, смотри, какие красивые. Вот, смотри, смотри, как шар и вот это вот подходит. Красиво. А бант вот к этому подходит, к золоту. А бант к золоту. А бантов не было серебряных? Нет. Только такие. Вообще красиво. И вот такие вот, я еще гирлянды тоже не видела. Это мы, кстати, из Казахстана еще гирлянды, между прочим. Да? Еще шелакса я жила, их покупала, да? А я такие... А не видишь, на ворсинках кончики разом, то красным, то зеленым светятся. Да, 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 красиво. А, вот, кстати, я видела у нас такие, только вот они длиншие вот эти вот. И они как пучком. Но... Это как гирлянда, а это как один вот такой вот пучок. В аппарат становится, крутится и моргает. Нет, оно не крутилось. Вот так вот, на шеек. Я говорю, пусть еще стоит, еще не хочу разбирать. Так что вот так вот. Так что мы приехали в гости. На побывку. На Старый Новый Год, ну, 15-е судьи, ну, чуть-чуть опоздали. На крещение. Да, на крещение. Будем в проруби купаться. Боитесь? Я в этом году не полезу. Я в том году еле вынырнула. Не полезу. Тут развлекаются детвора. Вещь все везет. Ну, в общем-то, такой хаос у нас. Просто такой, как по приезду. Все, как обычно, это все надо разобрать. Вот, кстати, мне мама плед уже привезла на новый диван. А дивана еще нет. Да, вот. Плед уже приехал. Через границу тащили. Ну, вот, давай я подержу. Вот одна рука у меня есть. Один он? Один. Слушай, по-моему, набор у меня был. Три штуки было, нет? Ну, два на диван. Ой, на кресло. На кресло я тебе не привезла. Я этот-то еле дотащила. Тяжелый, он толстый. Еще качественного такого производства. Он еще новый с этикеткой. Ну, пока на кресло раскинь немножко. Вот, видишь, он новый еще с этикеткой даже. Слушай, на кресло немножко разверни, посмотрите. Сейчас я уже забыла, какая расцветка у него. Ой, какой прикольный. Мягонький-то какой. Ну, тяжелый вообще. Прям массивный. Так я же говорю, что мы его ели защили. Слушай, вот такой вот большой, если бы такое большое одно кресло, можно было бы на кресло полностью застелить, да? Смотри, хозяйка куда залезла. О, ты что, Белла, куда поехала-то? Белла, через границу поедешь? Давай мы тебе сейчас сумку запихаем и повезем домой. Белла, как? Кс-кс. Смотри, ей как понравилось сумки. Еще и выгоняет. Ага, не хочет. Знаешь, как надо? Пусть сидит. Она любит это. Вот так мы тебя это и повезем домой. Да, вот это с хвостиком. Сумка с хвостом. Эти в боздицке вылазит. Нет, вся, пусть сидит. Она любит сумки, коробки. Так что диван еще у нас придет. Еще через садь дней. Не знаю даже, сколько дней мы будем еще его ждать. Ну да, новый еще я этот. Ну, будем стелить. Обновлять. Вот наш вот этот плит тоже такой был. Он немножко уже износился. Он тоже ведь такой был. Толстый этот, тяжелый. Я говорю, тащи диму на лопат. Ну, спасибо, что притощили. Алиэкспресс пришла. Посылка с Алиэкспресса или с Валбериса? С Алиэкспресс. С Алиэкспресса. Там же только такие сумки. Целый месяц шла. Ах, ты не закрывай ее. Нельзя закрывать. Я до конца закрываю. Это воздух. Влажная. Она если хочет. Папа. Ну, хотела. А давай, иди если хочешь. Ну, она в тазу вечно сидит. Если таз стоит, она будет сидеть. Девочки, всем большой привет. У нас следующий день. Мы с мамой на кухне. Мне сегодня в ночь. Я уже приняла душ, помыла голову. Пришли мы с мамой на кухню. И готовим. Сейчас покажу, что готовим. Готовим мы салатик. Мама привезла домашние яйца. Она их сразу отварила, потому что побоялась, что через границу в дороге не довезет их. Ну, правда, могли бы замерзнуть, либо разбиться, в общем-то. Поэтому было принято решение отварить их. Отварила. Но сейчас такую большую партию мы сразу не съедим вареных. Поэтому решили кому-нибудь приготовить салатик. Салатик у нас будет, что нашли, то и добавим. Сыр у меня был в холодильнике. Яйца вот. Колбаска. Кукуруза. Сейчас еще кириешки в магазин побежали, дети принесут. Майонез. Что еще? Все? Все. Все. Вот такой будет салатик у нас. Просто из того, что осталось в холодильнике, как говорится, из наших запасов, вот такой сейчас приготовим салатик. Так вот. Лиденька, покрошить, порчить. Мой ножик взяла, да, Лиденька? Ладно, я это возьму. Нет, тебе для яиц можно пилку взять. Да. Она яйца хорошо режет. А вот, Лиденька, у вас не надо это. Нормально кукуруза. Вот это, кстати, недорогая, но нормальная. Нормально кукуруза не доставим особо. Но все равно более-менее все как перемешать. Хорошо тепло. Можно в балконе окна не замерзшие. Там на балконе мясо, которое я привезла. Крылышки эти или куриные. Эх там много, что ли? Я не знаю, шесть, по-моему, штук. Их надо, наверное, сегодня сварить. Сейчас вот закончим здесь поставить варить их. И там мякоть еще будет. Мякоть грудинка, чистая грудинка куриная. Домашняя. Грудинку можно морозилку попробовать. Да. Можно даже салат какой-то что-то делать. А вот это надо крылышки до полуготовности отварить и вынести на балкон. Они уже не испортятся там. И завтра мы их затушим в духовке. Завтра я дома буду. Сегодня у нас доедает борщ. У нас есть суп есть. Надо доедать вот с салатом вместе. Блин, у меня, наверное, нет морковки. Корейскую морковку сделайте. Как сухую. Надо все подъедать, чтобы ничего не выбрасывать. Ты просто соломкой? Да. Я в последнее время соломку стала лезть. Вот до этого делала я тоже соломкой. Что-то я не сказала детям какие-то решки купить, чтобы с сыром хоть не купили. Я не люблю сыр. Слушай, может хватит, пожалуйста? Наверное, хватит. Так. Сыр на девочку. Я покупала на Новый год заранее. Убирала запасы. А потом забыла, что у меня есть еще раз купила. Получается, на Новый год использовала, а этот остался. Так. Полотенце, полотенце. Так. Все. Папаску нарезали. Все, все, уже закончилось. Ну да. Полотенце, полотенце, даже меньше. У тебя такая мелкая, крупнее нету, да? Ничего не мелкая, нормальная. Мелкая. Это надо было, это, не отрезать, а. Это считается же крупное. У меня оно крупнее. Да? Я вообще про терки прочитала, что если дырочки далеко друг от друга отставлены, а есть дырочки плотно друг к другу. Угу. И оно по-разному будет резать. Угу. Да, это все мелко получается. Да. Ну, потому что это еще не до конца растаяло. Поэтому, ну, крошет. Видишь, вот, который мягко, он более крупно нарезается. Ну, че-че-че, пусть так вот. Он еще крепится. Положи на стул. На стул положи. Ты че, Димка, без носков ходил? Да. Ну, ты доел. Че-то было. И растекнуть. Нет. Настя. Что-то было. Ну. Я тут, чем это place. нормально. Нет. Это там много. Угу. 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 Хватит. Маленькая чашка, у нас какой-то сыр не такой вкусный у нас другой. Все сыр натерла, кириешки добавили и все заправим майонезом. Маленькая чашка, 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 кириешки добавили и все заправим майонезом. Продолжение следует...